доброе утро доброе утро мы сейчас с мужем едем на завтрак и сейчас у нас 9 13 утра вроде бы нормальная погода эти немножко облачно у нас вот этот вот комплекс тут построили красиво так выглядит у них есть тренажерный зал на первом этаже квартиры две комнаты три комнаты заправка перед нами бензин обычный regular 3 доллара 15 центов заголовок капец цена у меня муж недавно был в командировке в аризоне он сказал бензин там 22 доллара и пару центиков что за обычный то есть на доллар тут на доллар 15 тут дороже так калифорния аренда дороже бензин дороже остальное я бы не сказала что прям намного дороже решила добавить в кофе half and half сначала добавила ванильный но знаете такой очень сладкий вкус и как лучше смотрю на 10 на десерт но я заказала омлет если вы стараетесь похудеть то вам по ресторанам штатов лучше не ходить или кафе вот смотрите завтрак да омлет один омлет может быть от шестьсот восьмидесяти калорий до 1400 например мне чтобы худеть мне нужно 1500 калорий в день съедать не больше и так получается что я могу съесть один омлет и может одно яблоко за день и все с такими темпами то есть тут калории пишут конечно все выглядит хорошо в общем я увлеклась и не записала как выглядела именно завтрак весь но я заказала омлет муж там другой большой завтрак два кофе и маффин то есть за все у нас получилось 2790 и налог 8.75 процентов и так идем сейчас волна за продуктами пробуем списать кое-какие цены почему-то мне некоторые пишут вот тут дороже штатах продукты чем в россии я не совсем согласна это наверное смотря где вы в россии живете но в москве в сочи и так далее цены почти такие же или даже дороже чем у нас и так голубика 298 выбрались этого маленькой упаковки а маленькая упаковка это у нас сколько грамм маленькая упаковка 170 грамм и побольше упаковка вот такая вот 344 и в общем я не знаю сколько то большая голубика была потому что я пыталась рассмотреть а люди туда подошли я думаю ладно отойду не буду стоять с камерой записывать когда люди там хотят выбрать себе клубнику или еще что-то и так тут холодильнике вот продают талапию рыбу и также лосось сэмон третьим талапия 2 паунда то есть 1 килограмм 527 лосось лосось получается 2 паунда 1 килограмм 748 талапия 4 паунда то есть это два килограмма где-то 1066 и ветки упаковка 598 и упаковка 340 грамм но они заморожены конечно 598 йогурты мне чабани йогурты очень нравится вот как вот этот вот беленький дают за 4.98 но я наверное покупать не буду потому что для похудения молочные продукты не очень хорошо вот такие вот хлебцы вот можно мне кажется видите reduce fat и так далее упаковка 256 такие можно если уж сильно хочется каких-то углевод тут яйца можно купить упаковка 12 штук доллар 97 напишите сколько у вас активе йогурты что я знаю в россии продается активе видите у нас тут 248 за 4 штучки сладкая вода кола видите 68 центов и сколько тут 2 литра 68 центов пепси 84 2 литра я кстати до сих пор доктор пеппера не попробовала сейчас будем покупать кошачий корм для наших любимцев и итак вот смотрите фрискис в россии продается он или нет 48 центов штучка ведь тут разные есть фэнсифист я не думаю что в россии есть или украине у меня мои еще вот такие вот штучки любят то есть как бы жидкий корм 94 цента одна штучка и то есть им выдавливаешь и они прям обожают расскажу вам интересную историю короче пришла я волмарт на ну где-то недели две назад покупать боксерские перчатки потому что меня выбрали для кастинга для рекламы и нужно чтобы девушка умела как бы боксировать и нужны боксерские перчатки я пришла не могла найти спрашиваю вас есть боксерские перчатки он говорит что это игру боксерские перчатки для бокса это что игра какая-то игру не нормальные боксерские перчатки и привел меня показать я сейчас вам покажу ладно не покажу их передвинули на общем привел показать и горит вот тут вот розовые есть как раз для тебя то есть он не поверил что я могу реально боксировать или знаю как знаете ну конечно я розовые не купила я купила черные для рекламы думаю в розовых прийти на кастинг будет смешно вот они розовые перчатки нашла есть еще красные черные но я черные покупают вот тебе розовые не на розовые конечно прикольно знаете но мне кажется на кастинг придешь в розовых как-то не серьезно будет выглядеть я со своей записью видео мужа потеряла сейчас найду сухой шампунь кстати знаю в россии да вроде продается смотрите 594 694 что это отличие наверное вот этот спрей обожаю я его взяла потому что он реально делает волосы такими гладкими то есть нужно без кондиционера даже знаете для волос обходиться просто шампунь и потом вот этот вот какие шарики классные супер твикс я обожаю твикс вот если вы на диете то лучше не стоять возле этих шоколадок так хочется купить одну или дверь у нас всякие вот эти вот журналы газеты мне кажется это все такая неправда знаете про звезд ну вот все мы знаем что анжелина и брэд питт расстались да вот сейчас пишут что анжелина хочет его обратно что она сделала ошибку откуда они знают откуда они знают какую ошибку она сделала знаете что меня удивляет у нас этом полмарте не хватает людей для работы то есть кто будет на кассе работать все время огромные очереди потому что 67 касс закрыта только три работает и я не понимаю тут очень много людей то есть реально мне кажется можно найти работников кто будет работать я не понимаю почему они не открывают другие а людей заставляют по 10 человек стоять в очереди или даже больше а сейчас еще с этими пакетами я постоянно забываю с собой их брать то есть они у меня в машине лежат и я забываю с собой брать чтобы ну чтоб использовать повторно и получается что нужно новые покупать сижу сейчас в машине прочитала email от одного фотографа он мне предложил сфотографироваться с ним там с каким-то красным дымом или друг другого цвета дым что был для фото игрит будет креативно я ему говорю как эта фотография с дымом подойдет мне для инстаграма потому что у меня там не артистические такие фотографии в общем сказала что сомневаюсь что с дымом мне подойдет для моего инстаграма он такой почему почему бы нет но если не хочешь что ты для меня с дымом сфотографируйся а я тебе сделаю бикини и фэшн варианты какой хочешь но бикини я бы с ним не фотографировала но думаю ладно может фэшн какой-то но опять же давай через день фотографироваться и я говорю извините но я не буду готова то есть мне вот это вот не нравится как последний момент давай фотографироваться потому что у него желание появилось знаете со мной сфотографироваться то же самое было как мне предложили музыкальном видео поучаствовать тоже на инстаграм написали и такие давай приезжай к нам завтра чуть ли там не в час дня съемка я такая думаю как как вот за полдня или там за несколько часов они думают что я вот подорвусь и буду лететь сниматься я только это буду делать в том случае если мне за это заплатит или это будет какой-то супер проект от моего агента знаете который меня отправляет и говорит нет за бесплатный иди пусть последний момент тебе сказали но иди будет толк по правилам я не могу делать то что на юнион все проекты которые как бы не идут под сообществом актеров если так можно сказать могу делать за бесплатно если там специальные документы сделаны что могут заплатить в будущем если проект там продастся раскрутиться и так далее в общем мне кажется просто фотограф он подумал что молодая девочка которая побежит сразу фотографироваться ну то есть у меня было такое время в мои ранние двадцатые годы я сразу бежала там через день фоткаюсь через два дня фоткаюсь но у меня тогда опыта не было сейчас у меня опыт и есть с этим всем и знаете я уже так взвешиваю а какой толк с этого будет для меня именно еще от этих фотографов потом фотографии очень трудно получить можно ждать неделями но конечно нет всех есть нормальный который тебя вышлют но они так считают они если тебя за бесплатно фотографируют то есть обмен фотографиями идет да они тебе дают для твоего портфолио ты делаешь для их него то они считают что они не обязаны тебе там все фотографии давать могут дать только пять штук или там через месяц выслать я было дело даже делала портреты за деньги за 300 долларов и я ждала три недели чтобы мне он выслал эти фотографии я я в шоке была и это мой менеджер мой менеджер мне посоветовал к этому фотографу обратиться я просто теперь на это все так смотрю знак вопроса сразу ставлю смотрю на клуб красные флажки знаете вот так